Спустя несколько дней после победы Дональда Трампа на президентских выборах, биткоины, что еще интереснее, альткоины начали масштабный рост, который может оказаться гораздо большим, чем мы можем себе представить. В этом видео я расскажу о честных, холодных и потенциально чрезвычайно жестких причинах, почему альткоины близки к переходу в то, что известно как Banana Zone, период стремительного взрыва и экстремальной мании на рынке. Поэтому, если ты здесь впервые, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Здесь мы регулярно говорим о криптовалюте и обо всем, что на нее влияет. У меня нет рекламы или спонсорских видео, только новости и факты. Единственной поддержкой для меня являются твои лайки. Итак, мы видим, что за последние 24 часа биткоин огромной свечой достиг отметки 81 тысячу долларов. Это то, что я называю банановой свечой. Помнишь того парня, который был у Джо Рогана, когда биткоин стоил около 16 тысяч долларов? Это было самое дно медвежьего рынка, буквально лучшее время для покупки. Тогда он сказал, что у биткоина нет внутренней ценности и он будет стоить ноль. Он критиковал людей, которые покупали биткоин и называл их недалекими. С тех пор биткоин вырос на 411%. С 2018 года я видел так много людей, которые кричали о том, что биткоин не имеет ценностей и идет на ноль. Но каждый раз биткоин их сурово наказывал. И теперь, увы, этот человек выглядит глупо. К счастью, я активно слежу за криптовалютным рынком уже более 6 лет и могу сказать, что таких людей становится меньше. Кажется, люди уже начинают просыпаться. Люди уже начинают понимать. Но есть люди, вроде Питера Шифа, которые до сих пор кричат о том, что биткоин будет ноль. Каждый раз, когда цена биткоина падает на 30%, они объявляют его смерть. И они ничему не учатся. Это буквально мой любимый график. Просто график биткоина. Посмотри на это. Те, кто покупал биткоин, всегда выигрывают. Да, есть двухлетние медвежьи рынки, как вот здесь или вот здесь. Но посмотри, что происходит после этих медвежьих рынков. Он снова идет вверх. Снова и снова. Бананозон 1, бананозон 2, бананозон 3 и сейчас бананозон 4. Медвежий рынок – это отличное время для накопления. Сколько раз рынок должен этому научить, чтобы даже Питер Шиф наконец проснулся. Единственное, что меняется из цикла в цикл – это доступность биткоина. Миллиарды людей наблюдают, как возможность владеть одним целым биткоином ускользает из их рук. И эта возможность больше никогда не вернется. Владеть одним биткоином станет непозволительной роскощью для 99% людей. Но те, кто владеют им, станут новым одним процентом. Хотя до сих пор остается один способ накопить целый биткоин – это использовать горячие нарративы для профита. И затем конвертировать этот профит в твердый актив. На данный момент таким горячим нарративом является мемкоины. Я собираюсь заработать на мемкоинах как минимум один новый биткоин. Думаю, этот парень сегодня испытывает жестокое чувство депрессии, видя, как биткоин преодолел 80 тысяч долларов. Именно поэтому он и другие медведи сейчас называют этот рост скам-памп. Но это не скам-памп, это то, к чему мы готовились три долгих года. И они еще смеют говорить, что нам повезло. Сейчас мы находимся на неизведанной территории, где продавцы и покупатели ищут цену, которая их устроит. И это прекрасное время, когда мы будем находить новые пики на протяжении следующих 75 дней до инаугурации Трампа. Мы заслужили это, так как мы умеем ждать. Думаю, рынок испытает жестокую коррекцию тогда, когда такие люди, как Питер Шиф и этот парень, наконец, уверуют в рост и купят его. Ну а пока у нас еще есть место для роста. Обрати внимание на этот график. На пиках прошлого бычьего рынка он краснел. Но сейчас он только желтеет. Мы даже не перешли в оранжевую зону, как вот здесь. Задуматься о частичной фиксации прибыли можно тогда, когда мы перейдем в оранжевую зону вот здесь и уж тем более в красную зону. Но что важнее всего, нельзя продавать все свои биткоины. Это главное правило. Об этом говорил Дональд Трамп. А нам нужно прислушаться к тому, что говорит президент самой мощной экономики мира. А этот график показывает объем биткоинов у краткосрочных держателей. Это зеленая линия. И цена биткоина здесь обозначена розовой линией. Также мы видим отмеченные халвинги. Первый, второй, третий и четвертый. Исторически объем краткосрочных держателей достигал пиков вблизи вершин бычьих рынков. Часто после халвингов. Почему? Потому что краткосрочный держатель это в основном новички, которые покупали ближе к пику цикла. В моменты, когда биткоин достигает пиковых отметок цены, таких краткосрочных держателей очень много. Это приводит к тому, что этот график пикирует, как ракета Илона Маска. И эти моменты обозначены на этом графике зелеными овалами. И как ты сейчас видишь, этот график явно не находится на своем пике. И краткосрочных держателей по сравнению с пиками предыдущих циклов очень мало. Думаю, их будет намного больше, когда поисковые запросы биткоин в гугле преодолеют свой предыдущий исторический пик. Это будет огромный красный сигнал, что рынок близок к своему пику. До этого времени и альткоины тоже будут расти. TechDev пишет, чтобы понять биткоин-циклы, нужно понимать ликвидность. Обрати внимание на этот график. Сейчас мы входим в новый цикл ликвидности. Этот момент похож на вот этот момент вот здесь и вот этот момент вот здесь. Посмотри, что было после этих моментов здесь и здесь. Со временем эта ликвидность будет перетекать из биткоина в эфириум, а затем и в другие альткоины, следуя пути, которые описаны на этой диаграмме. Все просто, не нужно усложнять. Одна из причин, по которой кардана сейчас сильно растет, это, как я полагаю, слухи о том, что Чарльз Хоскинсон, основатель кардана, может работать с администрацией Трампа по вопросам криптовалютной политики в 2025 году. Если это случится, это будет толчком не только для кардана, но и для других альткоинов. Мусташи пишет, что альткоины начнут превосходить биткоин до конца этого цикла, когда доминирование биткоина достигнет своего пика. А по словам Бенджамина Коэна, этот момент уже близок. Коэн известен тем, что все это время был настроен по медвежьи к альткоинам по отношению к биткоину. И если он начинает говорить о том, что грядет разворот, к этому стоит прислушаться. Это означает, что доминирование альткоинов начнет расти. Он пишет, что это должно произойти уже в четвертом квартале этого года, или самое позднее, в январе 2025. Мы должны будем увидеть такую картину, когда доминирование биткоина будет падать, а доминирование альткоинов будет расти. Целью падения доминирования биткоина можно рассматривать около 35-40%. И когда мы достигнем этой отметки, скорее всего, альткоины уже нужно будет продавать. Также Коэн отметил, что доминирование биткоина падает каждый раз, когда ФРС США снижает ставку. Последнее снижение ставки ФРС США было вот здесь, и доминирование биткоина упало. Поэтому следует ожидать подобного поведения от биткоина и в следующее понижение ставки ФРС США. Это означает, что каждое понижение ставки ФРС США может потенциально привести к краткосрочным движениям альткоинов. Обратив внимание на этот график общей капитализации альткоинов, мы видим, что этот цикл повторяет два предыдущих. И мы находимся на пороге самого большого прорыва альткоинов за последние 4 года. Да, последние два из них альткоины были серьезно подавлены. Но сейчас, честно говоря, я думаю, что альткоины начнут показывать хорошие результаты. Похоже, что для альткоинов зреет свой суперцикл. И стрелять они будут гораздо масштабнее биткоина. Если ты был впечатлен недавним ростом биткоина, то подожди, когда это начнут делать альткоины. Я уже накопил сотни альткоинов, всех даже не перечислить. Но последние мои покупки были связаны с хейтом, ненавистью вокруг криптовалют. Я купил то, что все стали ненавидеть. Эфириум, кардана, тия на достаточно небольшие суммы по своим скромным меркам. Я не раз говорил, что монеты, которые массово ненавидят, достойны внимания. Последним таким примером была Солана. И этот раз снова это доказал. Посмотри, что происходит с эфиром. Кроме этого, у меня большая позиция в Солане, рендере, XRP. Я думаю, XRP все еще рано сбрасывать со счетов. Особенно учитывая, что его главный враг в лице Гэри Гэнслера уже в январе 2025 года перестанет существовать. Кроме этого, спустя три долгих года XRP, кажется, подбирается к точке масштабного прорыва. Но в основном мой портфель состоит из биткоина. Биткоин преобладает. И да, раньше мы сравнивали золото и биткоин. И, наконец, биткоин последовал за золотом. Если он продолжит следовать за золотом, то, возможно, его целью станет 125 тысяч долларов. Однако это не финансовый совет. Как обычно, я всего лишь парень из интернета, который собирает публичную информацию и подает ее в компактном виде. Теперь мы можем сравнить альткоины и биткоин. Мы видим похожую чашу с ручкой на альткоинах. А значит, дело времени, когда альткоины прорвутся так же, как это сделал биткоин и золото. Вертикальные линии на этом графике показывают альтсезоны, согласно криптониндзя. Зеленые линии – это месяцы выборов США. Красные линии – это периоды, когда доминирование биткоина достигало своих минимальных значений в цикле. По его словам, это указывает на то, что альтсезон вот-вот начнется, и, честно говоря, нам больше не нужно никаких доказательств. Достаточно просто взглянуть на графики. Графики об этом говорят, халвинги об этом говорят, выборы президента в США об этом говорят. В общем, выборы в США – это момент в криптовалюте, к которому нужно быть максимально готовым. Копить позицию и ждать, потому что сразу же после выборов наступает максимальная возможность. И неважно, какой именно кандидат победил – Харрис, Байден, Трамп, да хоть Роберт Ф. Кеннеди-младший. На краткосроке победа Харрис, возможно, обернулась бы коррекцией на рынке, но не более того. Посмотри, что было с биткоином после того, как Байден стал президентом. Биткоину абсолютно плевать на победившего кандидата, потому что при каждом из них характеристики фиатной валюты и денежно-кредитной политики останутся абсолютно такими же. Это не означает, что мы не увидим коррекции, они всегда будут. К этому тоже нужно быть готовым. Ну а пока многие говорили, что если Трамп победит, все будет намного масштабнее, чем мы могли себе представить. Я писал, что в случае победы Трампа сначала будет памп, а потом еще больший памп. Так что, по сути, у нас есть идеальный рецепт для максимального роста, в том числе и для альткоинов. Как я писал у себя в телеграм-канале, я все эти годы ошибался, мне следовало быть еще большим быком. Почему? Потому что кроме победы Трампа у нас намечается сочетание таких событий в ближайшие 4 года, которых криптовалютный рынок не видел никогда в своей истории. В обращении на данный момент уже доступно 20 миллионов монет биткоина, 19,8. Но кривая добычи монет на протяжении следующих 4 лет стремительно затормозится, и чтобы добыть оставшиеся монеты, понадобится не одно десятилетие. Это повлияет на дефицитность биткоина при росте спроса на каждую монету. А у нас будет постоянный спрос уже не только со стороны одного лишь Майкла Сейлора и его микростратегии, которая собирается покупать биткоин на 40 миллионов долларов в день на протяжении 3 лет. У нас будет давление со стороны целых стран, например Соединенных Штатов, которые в рамках своего биткоин резерва собираются покупать 550 биткоинов в день на протяжении 5 лет. При этом Китай запускает стимулирование экономики на триллионы долларов. ФРС США продолжит снижать ставки и сокращать свой баланс активов. Гарри Генслер уйдет. США станут криптовалютной нацией. У нас будут прокриптовалютные конгрессы, палата представителей и остальные страны включатся в гонку за создание биткоин резерва. И это мы не учитываем розничный спрос. Не нужно недооценивать силу массы народа и силу множества небольших сумм, соединенных вместе. Все это вместе является идеальным рецептом для максимального роста в будущем. Если ты накопил портфель, ты можешь просто расслабиться и наслаждаться. Я бы даже не рисковал с этими трейдами и тем более торговлей с кредитным плечом. Ты ждал эти возможности целых 3 года, не для того, чтобы прямо сегодня взять и все испортить на какой-нибудь ликвидации. Это график общей капитализации альткоинов и посмотри на этот прорыв. Мы никогда не видели такого решительного прорыва этой формации с марта 2024 года. Это первый раз, когда мы видим прорыв этого уровня с тех пор. Это должно быть сигналом, что да, альткоин сезон только начинается. И я думаю, что он приведет нас к рыночной капитализации альткоинов от 3 до 5 триллионов долларов, плюс-минус. Особенно учитывая то, насколько удачными для нас оказались результаты выборов. Да, если посмотреть на недельный график альткоинов, то мы увидим, что MACD символизирует о полном бычьем развороте. Мы видим этот резкий переход к росту. Даже более резкий, чем был на графике биткоина. И теперь немного о бычьем рынке и что он значит для тебя. На бычьем рынке главный твой враг и соперник – это не маркетмейкер, это не тот злой BlackRock. На самом деле это ты сам. Самые главные ошибки связаны с твоими эмоциями, как положительными, так и отрицательными. Если ты испытываешь жадность, эйфорию, нетерпение, укоры, эго, желание поймать дно или пик, продать квартиру и залететь на всю котлету, чтобы заработать раз и на всю жизнь, чтобы потом не работать, это означает только то, что так сейчас думают все. А раз так думают все, то и результат будет как у всех. Обычно посредственный. Стой прочно на своей стратегии, следуй своему плану и своим целям, следи за эмоциями и делай все наоборот, не так как толпа. Не усложняй. Я не самый умный человек на земле, более того, мне самому есть куда и чему обучаться. Поэтому я не знаю, как и что правильно конкретно для тебя. Но я точно знаю, что значит неправильно для всех. Для начала обходи ошибки, которые делают абсолютно все. А затем уже найди свой стиль и ставь свои личные задачи. Вот что делают неправильно все неуспешные инвесторы. Они следуют за толпом и общим мнением. Они нетерпеливы. Они действуют на порывах эмоций. Их цели меняются под влиянием эмоций и, соответственно, меняются их планы. Это почти всегда приводит к большим потерям из-за жадности или, наоборот, страха. Они всегда ищут опоры в чужом мнении, чтобы не думать и потом обвинять других в своих неудачах. Например, меня. Это я буду во всем виноват, я знаю. Они хотят купить дно и продать пик, что по сути невозможно. Я бы на твоем месте расширял этот список в будущем. Это не делается за один день. Этот список – результат многолетней работы. Добавь в него свои ошибки и повесь этот список на видном месте, чтобы всегда об этом помнить. Чтобы помнить, как делать нельзя. Я, например, веду гугл-таблицы уже много лет, в которой пишу все свои покупки биткоина. Дата, за сколько, средняя цена. Описываю настроение на рынке и свои собственные. И, наконец, ты уедешь намного дальше всех. Если будешь пытаться не быть дураком, вместо того, чтобы пытаться быть умнее всех. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok